МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Итоговый выпуск на этой неделе. Сегодня в программе. Почему горожане все чаще меняют городскую прописку на деревенскую? Дни лесов, как русский национальный праздник. Как живут у нас беженцы из Украины? Оплатные услуги воронежцы стали тратить меньше. Стадиону «Динамо» 90 лет. Воронежские художники поедут на Пленэр в Павловск. Улицы Воронежа очистят от брошенных автомобилей. В области началась частичная мобилизация. Воронежский регион, как туристическая Мекка, у областных депутатов социальная сфера в приоритете. Вот уже более 15 лет, как воронежский фото-журналист Борис Житков осваивает прелести деревенской жизни. Почему сегодня все больше горожан стремятся быть ближе к природе, меняя свой привычный образ жизни, узнавала Галина Жукова. Так начинается каждое утро в парусном Бориса Житкова. Сюда он переехал в 2005 году. Статус деревенского мужика нисколько его не смущает. Это нам в диковинку, как фото-журналист Житков, признанный мастер своего дела, с легкостью променял городскую жизнь на сельскую. Сегодня байки от Житкова сочиняются исключительно на природе. И теперь другая страница моей жизни. Уже прошло очень много лет, и мне уже было за 50, уже ближе к пенсии, и стал вопрос, что мне делать дальше. У меня там в Воронеже квартирка, и думаю, и что я буду пенсионером сидеть и самоварчиком смотреть в окно. И мы решили с другом купить дом в деревне. Тогда это казалось настоящей авантюрой. Для многих решение Житкова воспринималось скорее как чудачество. Но сам Борис был настроен решительно, несмотря на многие обстоятельства. Денег журналисты получают немного, надо вам сказать. Это только кто там выбьется, там центральная газета, центральная пресса, а так скромный заработок. И вот мы, чем ближе к городу, тем цена на недвижимость очень большая. И чем дальше от города. И вот так мы челноком уезжали от города, от города, от города, покуда не попали в парусное. И мы купили старый домик вот на этом месте. Его разобрали и стали строить новый дом. Сегодня приятель 73-летнего пенсионера Житкова живет в другой половине дома. Что интересно, друзья ни копейки не взяли у банка, рассчитывая исключительно на свои силы и руки. А руки у Бориса действительно золотые. К примеру, все в доме он делает своими руками. Будь то закрутки с помидорами или подъемник в погреб, где хранится все необходимое. Ну вот это подвал, почти полностью заполнен. Еще сюда картошку осталось спустить и все. Ну здесь ягоды, грибы, соки. Смеив однажды статус городского жителя на Деревенского, наш герой с легким сердцем отнесся к таким переменам. Деревенские, совершенно деревенские. Я матерюсь по-деревенски. Все как положено. Разговор у меня совершенно деревенский. Никто по мне, фотокорреспондента, тут не увидит. Мало того, я могу там спахать землю кому-то, там что-то сделать, подзаварить. У меня такие руки, у меня. Вот потом посмотрите, там в гараже у меня целое. Все есть для ремонта, для строительства и прочее, прочее. Сварочный аппарат, токарные станки, там сверлильные и прочее, прочее, прочее. К слову, родина Бориса Житкова – Сибирь, а вот корни у него турецкие. Все это наложило свой отпечаток. Отсюда у нашего героя, видимо, такая легкость в перемене места жительства. Прапрадеды мои – участники русско-турецкой войны. И в одном из набегов мой прапрадед Василий взял в плен турчанку. На ней женился, она приняла православие и стала Катериной. И оттуда пошло такое у нас, я немножко такой, немножко южного темперамента. Подспорьем в хозяйстве Житкова, помимо 30 соток земли, где он сажает все необходимое, является еще и живность. Когда-то у Бориса было 10 несушек. Сегодня его куриное царство, увы, в два раза меньшее. Ну вот у меня 5 курочек, у меня было 10 их. Лисица, она высмотрела, когда я дома, все расписание у ней есть, все, когда я дома, когда не дома, когда открываю дверь, когда закрываю, когда я прохлопал дверь закрыть. И в один прекрасный момент 10 штук она за одну ночь утащила. Ну и решил, что хватит мне 5 курочек, вот. И так что у меня сейчас 5 курочек, но несут 4-3 яичка. Так, мне хватает. Веселый нрав помогает пенсионеру Житкову всякую работу делать в удовольствие. А еще и есть у фотокора Житкова в парусном вот такое страшно симпатичное чучело. Правда, сами птицы давно смекнули, что это страшело лишь для антуража и гостей, которые радуются ему, как дети. Однажды, рассказывает Борис, стая скворцов облюбовала черешню. И тут у нас борьба идет со скворцами, кто вперед. Я жду, покуда она наберет сахар, скворцы тоже ждут, когда наберут сахар. И когда-то я прямо там вот сижу, смотрю, прям стая, хопа! Две минуты я бегу, раз, и никого нету, все. Скворцов нету и ни одной черешинки, все буквально удрают. Вот я сделал вот такой вот. Сначала без вот этой вот. Потом написал кыш. Что-то подесало. А вот что Бориса Житкова в этом году по-настоящему радует, так это урожай картошки. С одного мешка картошки он собрал целых пять. Ну, дело в том, что этот год очень урожайный. Очень урожайный. И на картошку, и на свеклу, и на помидоры, и все-все-все. Просто дожди, 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 дожди. И напоследок совет для тех, кто, как и Борис, желает иметь свой домик в деревне. Чтобы мечта стала реальностью, следует прислушаться к совету бывалого. Если ты сам строишь, то это в десятки раз дешевле, чем ты покупаешь готовое жилье, квартиру и прочее, прочее. То есть мы вообще построили там за копейку. Я хотел бы обратиться к тем, у кого нет жилья. Ребята, ничего тут страшного нету. Вам надо, чтобы были руки, чуть-чуть голова и все. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Площадь лесов России составляет около 8 миллионов квадратных километров или около 20 процентов от всех лесов мира. По площади лесов Россия занимает первое место в мире. Они покрывают 46,6 процентов территории нашей страны и оказывают значительное влияние на формирование ее климата. А какую роль они играют в жизни человека, мы узнаем от общественного деятеля Михаила Глушенко в репортаже Мариам Макеевой. С 15 по 17 сентября в нашей стране прошли российские дни леса. К этому времени традиционно приуроченные массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса. В России идея коллективной посадки возникла в последние десятилетия 19 века. Активистом в этом деле стал лесовод Митрофан Турский. Леса являются домом для более чем 80 процентов наземных животных и растений и занимают 31 процент общей площади суши в мире. Около 1 миллиарда человек во всем мире зависят от лесов как источника средств к существованию и ежедневных потребностей. Тема очень обширная на самом деле. И многие думают, что все, многие экоактивисты, наверное, думают, что экология это что-то про какую-то уборку территории, про благоустройство и прочее. На самом деле она гораздо шире. От проблем с водохранилищем, которые произошли в августе, все их слышали-нюхали, до проблем с выбросами. Очень много факторов фиксируем. Я как член общественной палаты иногда люди пишут, мы пытаемся через свои ресурсы каким-то образом с этой проблемой справиться. За плечами Михаила 10 лет путешествий не только по родному краю. Он создал собственный путеводитель по туристическим местам региона и проект под названием «Эко-пикник», который разрушает стереотипы о субботнике и объединяет воронежцев вокруг идеи сделать наш город чище. По сути новое слово «Эко-пикник». То есть мы не насилуем людей, не заставляем там какие-то рекорды ставить, делаем классное такое мероприятие, такое нетривиальное, в котором могут люди приехать, убраться, посадить лес, привести что-то в порядок, либо что-то помочь, благоустроить. А взамен получают какое-то классное насыщение, общение, знакомство, какие-то выступления музыкальные, спортивные и прочее. То есть вот это была какая-то интересная сублимация, привела к таким результатам, когда приезжает 300 человек, 200 человек, 400 человек. Ну то есть очень много на одном мероприятии. И это расходится очень хорошим примером, на это смотрят дети. Леса – это легкие планеты Земля. От их объема и состояния во многом зависит то, каким воздухом дышат люди. Кроме того, лес – источник неисчерпаемых богатств. Он кормит, одевает, согревает и лечит. До банальности я неделю назад просто гулял по парку. Парень решил на памятнике природы в старый манчжурский орех покидать ножи с топорами. Ну вот у него, видимо, такое хобби. Ну вот странная история, но я вежливо, тактично объяснил. Люди часто сейчас стали скидывать, например, слив ГСМ, либо остатки удобрения. То есть все это массово сбрасывается. Довольно-таки много. Может быть, раз в неделю, может быть, раз в месяц что-то такое присылают. Ну, лично у меня примерно похожие вещи. Вырубки часто. В последнее время это прям такой бич. Вырубки, выжигания. То есть это такая тоже актуальная тема. Обезлесение является одним из наиболее серьезных угроз, которые стоят перед человечеством. Леса накапливают углерод и противодействуют изменению климата. Помогают предотвратить эрозию почвы и регулируют водный цикл. Особенно положительно леса влияют на состояние окружающей среды, если в них присутствует большое видовое разнообразие деревьев. От этого зависит общее состояние здоровья планеты. Но как решить проблемы, которые уже есть? Сложная тема, потому что там, где растет дерево, она растет на земле. У каждого куска земли есть человек, ей владеющий, есть хозяин. Соответственно, у нас прямая ответственность лежит на этих людях. Соответственно, мне нравится подход, наверное, как в Беларуси, как бы странно ни звучало, когда он ездит с инспекцией и там на производство, на сельхозку и там демонстративно или недемонстративно батька разносит. У нас я такого не встречал. То есть у нас можно приехать от усадьбы до леса. Вот он там сухостой стоит. Почему он там стоит? То есть если это памятник природы, почему за ним не следят? То есть нету вот такого опережающего ревизора. То есть он только пост фактом. О, мы зафиксировали. О, у нас пол леса сгорело. О, у нас микрорайон возник. То есть есть владелец земли. Владелец земли везде несет за нее как бы ответственность. Если это государство, то оно, естественно, прикрывается и тоже там не сильно эту работу выполняет. Я понимаю, за каждым деревом не уследишь, но вот такая тема будет работать. Хочется верить, что в скором времени проблема с охраной лесов исчезнет. Наступит новая эра, в которой люди будут дорожить лесом. Мария Макеева, Сергей Трифонов, 41 канал. В матче 10-го тура чемпионата России по футболу факел встречался с командой Сочи. Игра прошла в южной столице нашей страны. Итоговый результат матча определился в первые 10 минут. Сначала защитник воронежцев Евгений Морозов, после удара Георгия Гангадзе, подправил мяч в ворота хозяев поля. А спустя 5 минут один из лучших бомбардиров турнира, Кристиан Набо, сравнял счет. За 20 минут до конца игры факел из-за удаления Матвея Ивахнова остался в меньшинстве. Однако, несмотря на все усилия сочинцев, смог отстоять ничейный результат и заработал одну очку. Воронежцы занимают 13 место в турнирной таблице. 29 сентября в Воронеже пройдет матч в рамках группового этапа Кубка России с крыльями Советов из Самары. А 2 и 9 октября факел играет дома с московским «Торпедо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга, соответственно. 145 миллионов рублей получит Воронежская область на размещение и питание беженцев. Необходимые средства направят из резервного фонда правительства Российской Федерации. Как живут люди из числа вынужденных переселенцев в одном из пунктов временного размещения, узнавала Галина Жукова. Лагерь детского отдыха «Кировец» в Дубовке, где сегодня проживают граждане ЛНР и ДНР, недавно пополнился вновь прибывшими беженцами из Харьковской области. 37 человек разместили в трех корпусах лагеря, ставшими пунктами временного размещения. 12 числа мы в ночь принимали с Харьковской области. Люди приехали поездом, кто-то на своих автомобилях. В ночь был прием. Прием осуществлялся очень оперативно. Волонтеры были приглашены для приема людей в данное ПВР. Сразу же после приезда люди уже прошли в столовую. Было приготовлено горячее питание. То есть никаких сухих пайков, ничего. То есть людей покормили сразу же горячим питанием. Большинство прибывших – женщины и дети. Кто-то приехал в полном составе, у кого-то остались мужья и родственники. Многие, несмотря на оперативные сборы и за участившихся обстрелов, в Харьковской области захватили с собой домашних питомцев. Люди приезжали с животными. Для животных тоже мы постараемся организовывать условия. Уже приезжали ветеринары, приезжала гуманитарная помощь. То есть животным необходимый корм, грубо говоря, привозился. Кому-то лоток. Тут проживают крысы, кошечки, собачки, попугаи у нас есть, черепаха. Члены семьи, скажем так, нельзя же их оставить. Из-за того, что у многих остались родственники на Украине, где ведется охота на неблагонадежных граждан, которых, по сути, объявили предателями, говорить на камеру люди опасаются. В общей сложности в Кировце разместилось более 200 человек. На сегодняшний день здесь находится 237 человек. Также здесь есть с Луганской, с Донецкой и с Харьковской области. Яна – жительница Луганской области. Она – одна из немногих, кто согласилась с нами пообщаться. Сюда женщина приехала вместе с двумя сыновьями. Мы приехали 6 августа вот этого года. Мы отсидели там три месяца. И так получилось, что было место здесь. И меня с детьми мама к себе взяла. Ну, как бы в ПВР. Момент у нашего приезда автобус со школьниками, которые обучаются в 56-й школе железнодорожного района, привез детей в лагерь. В третий класс Воронежской школы пошел и сын Яны. У нас очень хороший класс. И учительница хорошая. И не знаю, у нас директор, ну, не знаю, просто вот она приняла вот этих детей. Не то, что вообще детей, но вот этих вот детей она приняла просто, ну, не знаю, прям душевно. Я на первом сентября в России здесь, я наплакалась до такой степени. Прям, ну, все так было, ну, вот как-то вот как в детстве. Еще недавно супруг Яны звал ее, чтобы она вернулась с детьми обратно домой. Но сейчас об этом не может быть речи. Даже сам муж говорит, что возвращаться, хотя он у нас заварил, приезжайте, все вроде как восстанавливается, там инфраструктура, как бы там то, то, сего. Но сейчас, говорит, очень опасно. Опять начинаются обстрелы, опять начинается все то же самое. А с чего все началось? В планах бывшей домохозяйки трудоустройство Воронежа. В этом ей помогут социальные службы города. По поводу трудоустройства приезжает центр занятости, и они непосредственно уже работают с людьми. Выясняют профессии, желаемая работа, приезжают работодатели. То есть, ну, многие уже работают. В пунктах временного размещения, а таких в городе и области насчитывается 13, оказывается вся необходимая помощь. Также достаточно активно нам привозят гуманитарную помощь. То есть, это одежда, средства, гены необходимые. То есть, ежедневно мы получаем от жителей, от организации города Воронежа гуманитарную помощь. Всего хватает. Постоянно, каждый день какие-то привозят вещи. Кому надо, например, на лечениях, кто болеет, там какие-то эти медикаменты. Три раза кормят. Кормят очень хорошо. Мы наедаемся. С февраля по настоящее время в Воронежскую область уже прибыло 25 тысяч беженцев с Донбасса и Украины. Из них 2000 получили здесь российские паспорта. Галина Жукова, Сергей Трифонов, 41 канал. За первые 8 месяцев 2022 года жители региона потратили на платные услуги почти 95 миллиардов рублей. Такие данные приводит Воронежстат. По данным статистиков, каждому жителю области в январе-августе текущего года в среднем было оказано платных услуг на 41,5 тысячи рублей. Больше всего денег уходило на жилищно-коммунальные, бытовые, транспортные и телекоммуникационные услуги. От общей доли они составляют почти 80%. Отмечено снижение трат на бытовые услуги, такие как ремонт и строительство жилья, техническое обслуживание машин и оборудование, услуги парикмахерских и ритуальные услуги. На эти нужды у воронежцев ушло более 16 миллиардов рублей, что на 3,7% ниже уровня прошлого года. В этом году исполнилось 90 лет со дня открытия Воронежского стадиона «Динамо». На сегодняшний день это старейшее спортивное сооружение областного центра. В 1932 году всего за 6 месяцев круглосуточной работы был построен первый в Воронежской области стадион «Динамо», включающий в себя спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, секторами для прыжков в длину и метания копья. Этот стадион действительно был явлением спортивной, не только спортивной жизни нашего города, а может быть и не только нашего города, потому что стадион был построен на 20 тысяч мест, и всего-навсего за 94 дня, то есть 3 месяца. Летом начали, а в сентябре уже было торжественное открытие. Стадион стоял, как писала воронежская пресса, на бывших буграх и ямах. Место-то было такое не очень. Торжественное открытие, конечно, было глобальным. Рядом со стадиона был выстроен манеж для обучения верховой езде, три теннисных корта, волейбольные и баскетбольные площадки. Для общего пользования граждан были доступны гимнастические городки, зоны отдыха и аллеи для прогулок. Да, появление вот этого стадиона сопровождалось, как уже сказали, таким ярким открытием. Конечно же, футбольный матч Московской «Динамо». «Динамо» приехали сюда играть с нашими «Динамо» воронежскими. Ну, для нас, увы, итог был не очень, надо сказать. 1-7 проиграли, но зрители все равно были в восторге. Во-первых, один гол, хотя бы один гол, наши забили, «Динамовцы» приехали, кумиры, миллионов болельщиков, людей неравнодушных к спорту, к футболу. Вообще, Воронежская «Динамо», ну, ведомство «Динамовское» тогда было самым мощным. В годы войны в 1942 году стадион стал ареной ожесточенных сражений. Вся его инфраструктура была разрушена до основания. После окончания войны стадион пришлось возрождать фактически заново. Его восстанавливали сотрудники органов внутренних дел и простые воронежцы. В 1949 году восстановили наш стадион. Архитектор Миронов, ну, много он сделал, например, решетка Первомайского сквера. Памятник архитектору, то есть автор Миронов, не только он, автор этих объектов. У нас в Воронеже известный человек был. Но стадион уже был на 5000 мест, уже не на 20. Был на объезд, трибуны. Кроме футбола, хоккей стал набирать обороты. Тоже воронежская «Динамо» команда, они были, ну, скажем так, на слуху и на виду. В 1968 году началось строительство дома физической культуры. Это позволило развивать такие виды спорта, как вольную борьбу, спортивную гимнастику, волейбол. В 1980 году силами ветеранов футбола, областного совета «Динамо» и сотрудников МВД был построен памятник «Динамо» в цинпогибшем в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ну, а в 80-е годы стадионный комплекс стал постепенно приходить в упадок. И некий всплеск появился в начале нулевых годов. Возродилась команда воронежского «Динамо». Здесь они проводили соревнования. Народ собирался, лавочки были уже. От былого величия не осталось ничего. Тем не менее, народ собирался, и здесь, можно сказать, было что-то такое домашнее. То есть все рядом, футболисты рядом, с ними можно было даже поговорить, реплику бросить. Сейчас спортивные объекты «Динамо» являются основной базой для проведения занятий по физической и специальной подготовке всех силовых ведомств Воронежской области, входящих в структуру общества «Динамо». Игорь Захарченко, Влада Голда, Валерий Бобкин, 41-й канал. 20 сентября в Воронеже стартовал 12-й академический пленэр «Край Воронежский. Гавань Петра». На этот раз местом вдохновения художников станет Павловск. Почему этот выбор не случайно, узнавала Галина Жукова. По традиции, открытие академического пленэра прошло в здании Воронежского областного художественного музея имени Крамского. До начала пресс-конференции участники пленэра смогли ознакомиться с выставкой художника и путешественника Фёдора Конюхова. Одним из организаторов и идейных вдохновителей такого рода мероприятий является директор Воронежского художественного училища Сергей Гулевский. По словам Сергея Петровича, нынешний пленэр – тематические. Это традиционный академический пленэр, 12-й по счёту. Тема сегодняшнего дня – это юбилей Петра I. Самое значимое событие не только для Воронежа, а для всей России. И художники не могли не откликнуться, тем более, что место приведения Павловск – замечательный, прекрасный город с своими традициями, с архитектурными особенностями, прекрасным населением. Безусловно, для Воронежа это знаковое событие, которое стало важной частью культурной жизни не только нашего региона. Особенно в сегодняшние времена, когда всё более значимой становится такая работа по сохранению именно классических традиций, на которых держится наша российская культура. В то же время другая задача – это развивать отечественное искусство. Мы как-то заново переосмысливаем ценность таких проектов, которые нам дают просто огромные возможности. Впервые подобный формат прошёл в Воронеже ещё в 2011 году. А неординарный состав академического пленэра позволяет надеяться на появление новых ярких работ, как это было в предыдущие годы. География участников пленэра из числа заслуженных художников и академиков впечатляет. География от Санкт-Петербурга до города Сочи. Вот будем так говорить. Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Липецк, Тамбов, Старый Оскол, Сочи. Ну вот, пожалуй, да. И сам наш Воронеж, Новый Воронеж, ещё Воронежская область. Это Творческий союз художников России тоже принимает участие. Всего 17 человек участвует. В этом году местом проведения пленэра станет Павловск. Оттуда художники будут выезжать в самые живописные уголки Воронежской области, так или иначе связанные с пребыванием и деятельностью Петра Великого. Когда Пётр Первый здесь появился в 1709 году, начал строить корабельную верфь, я ещё застал этот завод по ремонту судов. Это там мой дядя работал, и я туда ходил. Ещё помню, и пристань эту, которая на реке Осерёде. Я на Осерёде и вырос. Именно здесь будущий преподаватель Академии художеств имени Репина начал рисовать свои первые тюды. Для меня Павловск – это родной город, такой же, как и Елизаветовка, где я там проводил все с детства каждый год. Меня родители привозили туда на три месяца на каникулы. И 21 августа, мой день рождения, мы уезжали по реке Дон до Лисок. Я с пяти лет тут. И я с пяти лет всё время что-то рисовал, писал. Там даже все в Елизаветовке называли меня. Он пришёл качки молевать. В тематический пленэр «Край Воронежский» Гавань Петра продолжит линию подобных акций, посвящённых в разное время Ивану Бунину и Альденбургске. Здесь просто пленэры. Приехали, собрались, пописали, прессовали. А это, если вы помните, были такие тематические пленэры, Бунинский, Альденбургский. Вот этот пленэр, они обязывают не просто написать лужок-бережок и красивое нечто, а вот проникнуться историей, пониманием сюжета, ожиданием зрителей. И это ожидание оправдать. А уже 29 сентября в Павловске пройдёт итоговая выставка. После работы художников смогут оценить и жители Воронежа. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Воронежские улицы очистят от заброшенных автомобилей. Речь идёт и о тех транспортных средствах, которые годами стояли во дворах. Отвечать за уборку подобного хлама будет городская администрация. Мэрия исключила процедуру запроса данных о владельце автомобиля УГИ БДД перед вывозом транспортного средства. Теперь эти сведения понадобятся только в суде. Соответствующее постановление вступило в силу 19 сентября. Документ также исключает необходимость получать протокол общего собрания собственников жилья, если автомобиль находится во дворе дома. Муниципальные службы будут вывозить транспортные средства после обращения управляющей компании или ТСЖ. Постановление позволяет убирать не только разукомплектованные транспортные средства, но и те, которые находятся на улице без движения более полугода. А также те, которые стали рекламной площадкой. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации. Галина Жукова, 41 канал. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Всероссийские соревнования по скалолазанию прошли в Воронеже с 14 по 18 сентября. Чем уникален этот спорт и почему он так стремительно набирает популярность, узнаем в сюжете Марии Макеевой. Площадкой для соревнований в Воронеже был выбран спортивный центр «Гран-при». Три комплекта медалей разыграли лучшие спортсмены страны. В современном мире прочно укрепился культ спорта. Спортивные залы различной направленности открываются по всей стране. Среди них и скалолазание, как отдельный вид спорта, внесенный список олимпийских дисциплин в 2020 году. Особенной популярностью скалодромы пользуются у молодого поколения, ведь скалолазание – это возможность совершенствования альпинистских навыков в условиях полной безопасности. Всероссийские соревнования в Воронеже собрали под одной крышей более 60 представителей различных возрастных групп. Один из участников соревнований делится своим мнением относительно турнира. Впечатления хорошие. Родной город, родной скалодром. Мы тут тренируемся, выступаем. Организация на хорошем уровне, в принципе, как всегда у нас. У меня только положительные впечатления. Участники турнира единогласно отметили высокий уровень организации соревнований. Здесь сказался не только опыт предыдущих турниров, но и профессиональная работа всей команды – от работников спортивного центра «Гран-при» до судей. На самом деле никаких трудностей не было. Регламент был четкий. Старт был точно в то время, когда и сказали, когда и был написан в регламенте. Мы пришли, подготовились, размялись. Нам никто не мешал, никто нас не тревожил. Несмотря на отличную форму, спортсмены Воронежской области на этот раз остались без наград, так как весь пьедестал заняли представители сборной Москвы. Здесь нужно четко понимать, что это связано с высокой конкуренцией и профессионализмом участников соревнований. Например, один из победителей турнира Алексей Рубцов выиграл чемпионат мира по скалолазанию в 2009 году, а также стал чемпионом Европы в 2020 году. Соперники такого уровня – это настоящий подарок для всех участников соревнований. Пример для подражания и дополнительная спортивная мотивация. В принципе, Москва-то радиационная. Она могла быть и первой, второй, третьей могла быть. Так, в призах она обязана быть. Но чтобы полный пьедестал, такого я давно не помню. Но это событие никак не повлияло на моральную форму воронежских спортсменов. Ведь скалолазание, как и любом другом спорте, имеет значение не только физическая подготовка, но и простой человеческий фактор. Ну, это спорт. Это спорт здесь. Не всегда спортсмены, тренеры угадывают с формой. А не всегда везет, что составляющая необходимая. Но если говорить о личных показателях, то в одной из самых сложных дисциплин – в двоеборе – воронежские спортсмены показали высокий уровень. Надо отметить, что данная дисциплина является испытанием еще и для организационного комитета турнира. В двоеборе – это очень сложная дисциплина не только для спортсменов, но и для организаторов. Тем не менее, все вчера удалось, и проблем никаких не было. Ряд спортивных экспертов утверждает, что скалолазание будет и дальше набирать популярность на территории России. Уже доказано, что скалодром является полноценной заменой фитнес-залу. Во время восхождения работают практически все мышцы, и это обеспечивает спортсмену отличную физическую форму. Развивается выносливость, растяжка, гибкость. Тело становится стройным и пластичным. Помимо всего перечисленного, скалолазание положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, развивает баланс и улучшает координацию движений. Этот вид спорта не только приводит в тонус спинные мышцы, но и исправляет дефекты осанки, укрепляет мышечную ткань на животе, икрах и бедрах, что актуально как для женщин, так и для мужчин. Также здесь необходима тщательная разминка и руководство опытного тренера. Хочется верить, что в век компьютерных игр и 3D-технологий скалолазание станет мощным толчком в развитии физического воспитания подрастающего поколения. Мария Макеева, Сергей Трифонов, 41 канал. В Семилукском районе задержали подозреваемого в убийстве владельца пруда. Напомним, преступление произошло еще в августе. В ночь с 21 на 22 августа 47-летний арендатор одного из прудов Семилукского района увидел на водоеме мужчину, который ловил рыбу сетью. На просьбу прекратить ловлю незнакомец ответил выстрелом и скрылся с места происшествия. Раненого предпринимателя охранники повезли в больницу, однако он умер в дороге. Как установили судмедэксперты, причиной смерти стало ранение груди с повреждением сердца. По горячим следам убийцу задержать не удалось. В совершении преступления заподозрили 51-летнего жителя Семилукского района, который торговал рыбой на местном рынке. Мужчину задержали. На допросе он признал свою вину и рассказал, что стрелял из самодельного пистолета, но смерти подошедшему к нему мужчине не желал. Следствие продолжается. Максимальное наказание по статье – до 15 лет лишения свободы. Хоккейный клуб «Буран» провел второй матч домашней серии. Играли с «Соколом» из Красноярска. После провального выездного турне, в котором воронежцы проиграли все четыре встречи, первый матч на домашней арене «Буран» выиграл со счетом 4-1, победив «Ермак» из «Ангарска». Посмотреть на вторую игру с «Красноярским Соколом» в дворе спорта «Юбилейный» пришли 1200 зрителей. Но радостных эмоций она не доставила. На 15-й минуте нападающий гостей Леонид Николенко открыл счет. В начале второго периода он же отличился еще раз. Пропустили шайбу в свои ворота в Воронежце и в третьем периоде. А вот «Бурану» удалось отличиться лишь на последних секундах встречи. Ворота гостей поразил Прохор Корбит. «Сокол» выиграл со счетом 3-1. Следующий матч пройдет в Воронеже 23 сентября. Играть предстоит с «Металлургом» из Новокузнецка. Глава региона Александр Гусев объявил о начале частичной мобилизации в Воронежской области. Он создал межведомственную комиссию для выполнения решения президента. Межведомственным органом будет руководить сам губернатор. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 21 сентября. После того, как президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации россиян в связи со спецоперацией на Украине. Глава области выразил уверенность, что и Министерство обороны, и военкоматы будут выполнять работу, исходя из тех вызовов, которые сегодня стоят перед Россией. Александр Гусев заявил, что поддерживает решение президента и его указ о частичной мобилизации. Созданная межведомственная комиссия возьмет на себя координацию действий всех ведомств и общественных движений в части исполнения президентского указа. Галина Жукова, 41 канал. Воронежская область становится все более привлекательной для туристов, считает руководитель регионального департамента по предпринимательству и торговле Сергей Корчевников. Как сделать столицу Черноземья туристической меккой и в чем меняются запросы потребителей в этой сфере, узнаем вместе с Галиной Жуковой. Тот факт, что Воронежская область все чаще посещают туристы с разных уголков России, несмотря на некоторые негативные моменты, говорит сам за себя. У нас очень активно ведется работа по сфере туризма, несмотря на то, что мы приграничны, районный аэропорт у нас не работает, но мы смотрим с перспективы с завтрашнего дня, поэтому очень активно включились в федеральную повестку. По словам Сергея Корчевникова, в настоящее время у региона есть все необходимое, чтобы сделать Воронежскую область привлекательной для туристов. И это не просто слова. Мы преодолели планку в 2 миллиона туристов, которые посетили наш регион. Наши гости региона оставили более 17 миллиардов рублей, а наш бизнес, участники туристической сферы заплатила более 3 миллиардов налогов. Эти цифры нас уже радуют, но мы хотим еще большего. Смотрим опыт других регионов, внимательно изучаем аналитику. Одно из объяснений этому – удачное географическое расположение Воронежской области. Мы удачно сами расположены. Действительно, вся дорога на юг ведет через нас. Либо вы едете автотранспортом, либо железнодорожным транспортом. В качестве транзита Воронежская область используют как жители Центральной России, так с недавних пор и граждане Беларуси, которые раньше ехали через Украину. Зачастую люди, отправляясь в путешествие, используют наш регион как возможность временного отдыха, останавливаясь в отелях и гостиницах. И здесь нам важно заявить о себе, используя всевозможные способы. Иногда бывает достаточно просто посмотреть рекламный буклет о туристической привлекательности региона. Мы себя там рекламируем для того, чтобы как можно больше таких людей принимали решения, останавливались в нашем регионе. И в хорошем смысле оставляли здесь денежные средства, получали положительные эмоции, передавали их, как сарафан на радио, другим своим жителям. Таким образом, транзитный трафик, который проходит по трассе М4 для Воронежской области, является приоритетным. Именно здесь у транзитных туристов есть возможность посетить такие привлекательные места, как замок Альденбургских в Рамонском районе и ряд других. Поэтому наша работа направлена в обязательном порядке на привлечение транзитных туристов, приезжающих по трассе М4. Что любопытно, меняются и запросы потребителей. Сегодня они всё больше направлены на комплексный подход, когда люди желают не только посетить исторические места и полюбоваться красотами Воронежского края. Сокращается время пребывания туристов в каком-то регионе, но при этом турист желает, помимо получения каких-то впечатлений от истории, от красивых видов, дополнительные услуги, связанные с оздоровлением. Наверное, это тоже можно объяснить. В этом плане у нашего региона достаточно потенциала, чтобы сделать Воронежскую область максимально привлекательной для внутреннего туризма. Галина Жукова, Валерий Бокин, 41 канал. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов провёл 23-е заседание областной думы. Народные избранники одобрили принятие блока законов, направленных на совершенствование мер социальной поддержки жителей региона. Теперь при выходе на пенсию от коммунальных платежей освободят не только педагогов, медиков и работников культуры, но и специалистов в сфере соцобслуживания, физкультуры и спорта. Им положена стопроцентная льгота. Главные условия – пенсионеры должны жить в сельской местности и проработать там не менее 10 лет. Работники социальной защиты и работники, которые работают в сфере физической культуры, получают, когда работают, эту поддержку в виде оплаты стопроцентной. Но при выходе на пенсию теряли эту льготу. Вот сегодняшним законом мы эту несправедливость как бы нивелировали. Затем депутаты обсуждали формирование и ведение реестра так называемого «недостроя», то есть незавершенных объектов капитального строительства. Также обсуждался закон о развитии туризма в Воронежской области. В частности, депутаты решили расширить круг потенциальных получателей мер государственной поддержки в сфере туризма. В двух чтениях приняты проекты законов, которые вносят изменения в различные региональные законы. Это было необходимо для приведения региональных законов в соответствии с федеральными. Также парламентарии утвердили кандидатуры на должности мировых судей Воронежской области. Игорь Захарченко, Валерий Бобкин, 41 канал, при содействии пресс-службы Воронежской областной думы. А я напомню номер телефона редакции 41 канала 206-9406. Мы ждем обратной связи от вас. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Это были все новости минувшей недели. Что готовит нам предстоящее, мы расскажем в следующей программе «Итоги» на 41 канале. А я с вами прощаюсь и пусть у вас будут только хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин